20 лет не было таких обильных снегопадов, как и этой зимой, отметил губернатор Алексей Русских во время посещения микрорайона Мостовая. Вместе с членами противопаводковой комиссии глава региона обсудил вопросы обеспечения безопасности жителей Ленинского района, попадающих в зону подтопления паводковыми и талыми водами. Как отметил глава города, все спецслужбы готовятся к самому худшему сценарию, потому что снега этой зимой выпало в два раза больше нормы. Тяжелая техника на полуокривотном ходу, это КАМАЗа Урала для того, чтобы возможность эвакуации. И определили пункты временного проживания, уже сегодня заключены договоры на организацию питания, на спальные принадлежности для того, чтобы в случае неблагоприятного исхода мы людей могли разместить. В зону возможного подтопления попадает 4 территории города, поселки Верпаевка, Дачный Сельдь и микрорайон Мостовая. В микрорайоне Мостовая уже неделю 13 тракторов и грузовиков вывозят снег. Рабочие освобождают от снежных масс инальди водоприемные колодцы и водоотводные каналы. Также снег вывозят из микрорайона Искра, откуда талые воды стекают в мостовую. На данный момент мы находимся на улице Российской. Здесь у нас есть часть каналов водоотводных, они под бетонными крышками. Мы сейчас расчищаем снег и очищаем ливневую канализацию, промываем горячей водой, чтобы первые талые воды это приняли. Так они в Сельягу выходят? Да, они выходят все в Сельягу. Только за одну ночь с мостовой, где производилась уборка снежных валов от канав на улице Звездной, вывезли 24 самосвала снежных масс. Всего на территории микрорайона подлежит очистке почти 3000 погонных метров водоотводных канав. Жители мостовой надеются, что все эти действия помогут предотвратить ситуацию 2017 года. В 2017 году из-за ливня пострадало очень много домов мостовой. Лично я, у меня в доме было по окнам воды. То есть, представляете, да, вещи, мебель, техника. У меня трое детей, учеников на тот момент. Ситуация была катастрофичной, просто не знаю даже как-то. Я даже не представляла, что такое в принципе может быть, что такое возможно. Когда ты открываешь дверь, тебя заносят в дом и не понимаешь, что делать, куда бежать. И вообще детей похватали и убежали. То есть, это было страшно. С того момента было сделано многое. Стали серьезно заниматься дренажными каналами, построили ливневку. Предотвратить нежелательные ситуации помогают старшие по улицам, выбранные ТОСом. Они активно сотрудничают с управлением, инженерной защитой, доремстроем и другими службами города. В настоящий момент прочистка водопропускных канав ведется в Вырыпаевке, в селе Луговое, и в неприемных колодцах в микрорайонах Туть и университет на проспектах нового города. Кроме того, на контроле находится Волжский склон и дорога в село Арское. Потенциально опасные места образования ополстней. Как сказал Дмитрий Вавилен, в целом по городу работает на вывозе снега 63 единицы спецтехники. Снежные массы, по словам главы города, складируются на специально отведенной площадке за кольцевой развязкой Московского шоссе. 25 февраля запланирован смотр сил и средств, задействованных в противопаводковых мероприятиях.